16 единиц суперсовременной техники с самыми широкими возможностями. И это только начало. В Даниловском районе сегодня открылась новая пожарно-химическая станция так называемого третьего типа, то есть самая крупная в регионе. Она будет обслуживать пять близлежащих районов. Для конца года в Волгоградской области будет создана и оснащена противопожарная техника еще более десятка подобных станций. Из Даниловского района репортаж Марии Иванченко. На плацу перед новым депо целый арсенал техники. Кроме современных пожарных автоцистерн для тушения возгораний в станицу Сергиевскую закупили специальный тягач, грейдеры и тракторы. Эти машины преодолеют изыбкий песок и не увязнут в грязи. Так что к любому труднодоступному очагу пожара теперь можно добраться без проблем. ЧТЗ на базе Т-130 для раскорчевки горельников. И при пожаре делает он траву, отсекает ландшафтную, чтобы пожар не пошел дальше. Тяжелый, сам трактор весит 18 тонн. Он проходимый. Но больше всего пожарных радует, что в новой части появился грунтомет. В нашем регионе пока насчитывается всего пять таких машин. Возможности чудо техники демонстрируются тут же. Специальной пушкой грунтомет поднимает слой земли и буквально закидывает им очаг возгорания. За считанные минуты такой машины можно потушить огонь на площади в несколько гектаров. За очень долгий период в Волгоградскую область не поступала никакая лесопожарная техника. То есть ресурс был полностью изношен, ничего нету. И в нас вынуждены были мы тушить подручными средствами. Лопаты, ранцевые огнетушители. Понятно, кто был на крупном лесном пожаре, тут понимают, что это такое идти в огонь с ранцевым огнетушителем. Да, это практически невозможно на сегодня. Имея такую технику, я полагаю, у нас все будет двигаться к лучшему. Новая техника в пожарно-химическую станцию Даниловского района начала поступать в начале июля текущего года. Некоторые машины уже прошли боевое крещение на возгораниях в Лавлинском и Городичинском районах. Как отмечают сами пожарные, специализированные автомобили зарекомендовали себя на твердую пятерку. Воды в ней больше кубов. Вот, например, в этой 7,5 кубов воды. А вот в той, допустим, 3,5 куба. С этой вот пожарки мы можем тушить одновременно и пожарными рукавами, и, естественно, пушкой можно тушить. Поэтому емкость воды больше и легче тушить. Сейчас в новой части насчитывается 16 единиц техники. Однако, как отметили власти региона, на этом оснащение станции в Сергиевской не закончится. В ближайшее время сюда поступят еще несколько автомобилей, оборудованных бочками для тушения мелких пожаров. В бюджете текущих годов предусмотрено в два раза больше средств против 2010 года. Вы помните, какой 2010 год. В принципе, это явилось толчком к тому, чтобы выделить как можно больше средств для того, чтобы оборудовать вот эти пожарно-химические станции. Безусловно, что вот это выделение средств, двукратное по отношению к 2010 году, не осталось без внимания Рослисхоза. 129 миллионов выделено субвенцией. В целом, на обустройство Даниловской пожарно-химической станции с федерального бюджета было затрачено 46 миллионов рублей. Планируется, что она будет обслуживать сразу пять районов области. Котовский, Камышинский, Ольховский, Руднянский. Даниловская пожарно-химическая станция третьего типа – самое первое и самое крупное подразделение в Волгоградской области. Оно будет заниматься не только противопожарной безопасностью лесов, но и вовремя ликвидировать различные возгорания. Планируется, что уже до 2015 года такие подразделения появятся в каждом районе области. Мария Иванченко, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба» из Даниловского района.